Добрый день! В эфире программа «Золотой винил» и я, ее ведущий, Олег Нестеров. Сегодня мы с вами поговорим о песне «Журавли», которую написал Ян Фрэнкель на стихи поэта Расула Гамзатова. Смотри, смотри, «Журавли» над Москвой! Смотри, 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 смотри! Если бы Фрэнкель написал всего одну песню Журавли, ему бы уже хватило всенародной славы и любви. Но он написал и другие песни, не менее знаменитые, такие как «Русское поле», «Напиши мне, мама в Египет», «Калина красная». Он написал музыку более чем к 60 фильмам, театральным и радиопостановкам. Он прекрасно оркестровывал свои произведения, он работал со звездными дуэтами, такими как Миронова и Минакер. А еще он виртуозно играл на скрипке. Мой старший брат, чудак невероятный, перед расстрелом пел такой куплет, ой, мамочки, пора. Но был погром, и мамой год как нет. Вот это ее супер! СМЕХ Я шучу. Я не могу иначе. Да потому что я... Долгое время Френкель жил вместе с женой Наташей, дочкой Ниной, в крохотной комнатушке, в коммуналке. И любил Френкель после того, как напишет какую-нибудь мелодию, тут же звонить друзьям и ее наиграть на фортепиано. Но не всем, конечно, соседям это нравилось, потому что муза улыбалась иногда и по ночам. И в итоге соседи пытались делать композитору какие-то маленькие коммунальные пакости. Поэт Константин Ваншенкин вспоминает, что с Френкелем было совершенно непросто ходить по улицам, потому что все кидались на перерез и хотели с Френкелем поздороваться за руку. Или, говорит, мы заходим в магазин, и каждый пытается Френкеля пропустить без очереди. А на центральном рынке ни раз и ни два с Френкеля просто категорически отказывались брать деньги за покупку. Игорь Шеферан вспоминает, что однажды на гастролях, а Френкель любил гастролировать, потому что он и свои песни, во-первых, блистательно еще и исполнял. И как-то на гастролях в одном маленьком селе, когда уже в зале была публика, вдруг вспомнили, что рояля в зале нет, как песни-то исполнять. И тут кто-то говорит, а у нас у тракториста есть пианино. Побежали к трактористу, и пока Френкель и Шеферан развлекали публику своими историями, разобрали стену дома тракториста, вытащили пианино, прикатили в клуб, и в итоге вечер удался. Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастья есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так и эдак, со словами и песном, обломал немало веток, наломал немало трон. Расул Гамзатов рассказывает, что это стихотворение он написал в Хиросиме в 1965 году. Увиденное, конечно, потрясло. Но город, который пережил варварскую бомбардировку в 1945-м, 200 тысяч погибших, а тут еще над городом полетели журавли. И в голове у Гамзатова сами собой появились первые строчки. Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по земле они людьми брели. ПЕСНЯ Стихотворение было написано на аварском, родном языке Расула Гамзатова. И, конечно, оно нуждалось в переводе. Но это был тот редкий случай, когда переводчик стал практически соавтором стихотворения. Наум Гребнев сам, который прошел через всю войну и терял боевых товарищей, вложил, что называется, всю душу и превратил это стихотворение в стихотворение памяти о погибших. Но ни поэт, ни переводчик в тот момент еще не догадывались, что родились не просто стихи, что родилась песня. «Мне кажется порою, что солдат с кровавых, не пришедшие в поле, не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей». Шел 1969 год. Стихотворение случайно попадает в руки к Марку Бернесу. Бернес, что называется, пропустил эти стихи через сердце и позвонил Фрэнкелю с просьбой написать к ним музыку. Причем Бернес торопил Фрэнкеля, так как знал, что смертельно болен. Фрэнкель лишь слегка попросил подправить текст, и в итоге текст получил окончательный вариант. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса На «Песне года» впервые журавли исполнил Иосиф Кобзон. Это было в 1971 году. Песня стремительно набирала популярность. Коммунисты, атеисты засыпали ЦК КПСС письмами. Они писали, что эту песню поют в церквях вместо молитвы. Что делать? В итоге обратились к генеральному секретарю, и Брежнев собственноручно написал такую резолюцию. Исполнять песню можно, но не часто. Мне кажется порой, что солдаты С кровавым не пришедшие полез Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в первых журавлей В августе 1969 года вместо традиционной траурной музыки На похоронах Марка Бернеса звучали журавли. А спустя 20 лет на похоронах Фрэнкеля Эта песня звучала уже в исполнении автора. И маститые музыковеды говорили, что автор ее исполнял не хуже, чем Бернес. Летит, летит по небу клин усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может, это место для меня Настанет день из журавлиной старьи Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьей оклетаю Всех вас, кого оставим на земле Мне кажется порой, что солдаты Субтитры создавал DimaTorzok